Главный финансовый документ города сохранил социальную направленность. Бюджет Петропавловска на 2024 год и плановый период 2025-2026 принят в краевой столице. Сегодня вы приняли в основных, скажем, базовых параметрах основной документ Петропавловска-Камчатского городского округа. Это, безусловно, очень важно, и это говорит о том, что мы смотрим уверенно в наше будущее и в ближайшую перспективу, и на плановый период трехлетний. Действительно, параметры сегодня в базовом варианте приняты, и об этом Максим Петрович сказал, что, конечно, они будут еще корректироваться, и мы надеемся, что будут серьезно скорректированы. Константин Брызгин добавил, что президент страны принял решение о поддержке бюджета полуострова. Поэтому глава города надеется, что из него будет помощь и дотации краевой столицы, чтобы можно было реализовать больше мероприятий. Если говорить об основных параметрах, то мы остаемся социально ориентированными. Более 60% расходов у нас, конечно же, имеет социально ориентированный характер. Ольга Сергеевна в своем докладе сказала, что основной задачей бюджета и деятельности администрации является повышение качества жизни наших горожан, и мы будем продолжать реализовывать программы, которые направлены именно на это. Глава краевой столицы поблагодарил депутатов городской думы за конструктивную совместную работу над проектом бюджета и принятое решение. Нам с вами удачи в реализации тех планов, которые мы наметили в 2024-м и последующие годы. Ну и не только будем надеяться, но и будем добиваться того, чтобы доходная часть бюджета, безвозмездные поступления в большем размере все-таки были представлены в бюджете Петропавловска-Камчатского. Добавим, бюджет сформирован на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития Петропавловска. Прогнозируемый общий объем доходов города на следующий год составит почти 18 миллиардов рублей, на 2025-й – 17 миллиардов рублей, а на 2026-й год – 17 миллиардов 900 миллионов рублей.